здравствуйте дорогие наши подписчики гости зрители нашего канала как начала говорить так собака начала подвывать как обычно сегодня у нас октября и я уже думаю ну все уже некуда тянуть уже надо урожай собирать не оставлять же его на следующий год попыталась тут успокоить собаку не знаю надолго ненадолго на одну-две минуты аж развеселилась вчера пришла сюда думаю ну буду все убирать а вчера дождик моросил с утра настроение было просто отвратительное да еще поделюсь с вами не всегда же мы смеемся и улыбаемся носы душа вообще-то есть не знаю кому не надо может переключитесь мы же мамки все женщины такая тоска меня взяла так захотелось миг дочки прям думаю сейчас соберусь да пойду прям сейчас говорю да плакать хочется вот бывает такое нахлынет я-то конечно все понимаю что ну что она выросла что замуж вышла что у нее своя семья ну вот бывает в жизни такое что хотелось бы увидеть рядом обнять мы конечно говорим с ней по скайпу и очень долго но до такой степени уже за эти годы скайп надоел что от слов нет лучше бы рядом перемолвился словечком это легче обнялся поцеловался и легче встает короче тяжело мне без нее не знаю простите конечно тяжко переживаю вроде начала видео так позитивно на такой нотки и вот опять слезы ну и вот пришла сюда села грядочку тут дорожку подмела ну и пошла во своя семья думаю ну дай-ка наверно салат осенний буду делать тоже там приготовила овощи ну нет ну не могу не могу и все не снимать не могу не говорить не могу душа болит плачет короче не смогла я снимать а сегодня-то на фотоаппарат снимаю мужу говорю пойду-ка я наверное в теплицу сегодня звоню ему сейчас к обеду он пообедал уже давай говорю буду убирать уже он тоже мне говорит вот ничего не снимаешь надо снимать надо делать это понимаю что надо делать а как делать то я пока тут вам рассказываю свою душу щипательную историю я это веревочки развязываю помидор вот они ну никак не могу в перчатках отработать одно одно за одно цепляется выйду одену даже перчатки скину потом одна в одной стороне другая в другой но не привыкшая все руками все руками голыми потом руки грязнючие но ногти грязные вот веревочки собираю еще начала рассказывать то ну и вот говорю где камера то пойду снимать но думала на статист установлю да и будут с вами разговаривать все повеселее будет как-то не так грустно ангрида чё ты не снимаешь кости я камеру в забрал вот тот момент когда он забрал камеру мне вот край надо было с вами поделиться так душу свою раскрыть поплакаться не знаю кто поймет кто не поймет кто судит вот так вот уехала далеко и не добраться так просто сейчас еще у нас у меня виза закончилась визы нет так что поехать не могу вот ждем ждем когда там нам нам сноха спасибо ей огромное помогла заполнить опять документы на визу так ждем когда нас пригласят на собеседование а вот кстати помидор набрала зеленых надо уже двумя руками тут час секунду я все сразу делаю и рассказываю и собираю веревочки развязываю вот эти такие не совсем спелые ну и кушать их можно а вот думаю сок наверное еще закрою баночки две бутылки очень начала рассказывать заполнили ждем приглашение к ждем жить то надо как-то куда деваться ну вот пришлось прийти до работать ладно сейчас отключусь эту расплачусь тут совсем цветочки мои тут стоят я вот сегодня по пересадила их побольше горшочки чё я их тут насажала то я их продавала денег то не было совсем ну как я бешено богата у меня 20 рублей если говорится нет нельзя говорить что денег нет то их правда не будет ну вот подспорье какое-то было тот цветочек продам то еще что-нибудь то вещи какие-то в смысле мебель всю попродавала ничего думала приехала как-то от дочери посмотрела в каком минимализме там живут хотя не сказать чтобы там совсем такой бешеный минимализм был в смысле мебели и всего но только все необходимое ну вот у тех которых я была конечно вещей всяких валом что говорить постельного и полотенец и всего всего этого вала людей прям некуда складывать я думаю а так чтобы совсем там посуды дофига такого нет надо купил не надо выкинул ну насколько это я заметила это моя точка зрения но и приехала тоже тут стала избавляться от всего ну и копейка какая-то была хоть деньги были не работаю же уже сколько ну вот поделилась с вами своими такими переживаниями сейчас буду убирать хотя бы два рядочка то надо мне сегодня убрать до конца выходных до конца этой недели будет еще более-менее плюсовая температура потом говорят все уже минус будет поэтому надо как бы убрать урожай а еще поделюсь такой приятной новостью нам вчера наконец-то вчера это даже не нам а я звонила тысячу раз наверное уже надоело им с этими стеклопакетами наконец вчера муж приехал поехал и забрал уже поздно вечером забрал уже куда уже вставлять теперь только выходные ну не знаю может сегодня приедет приезжает поздно с работы делать-то особо уже ничего не сделаешь уже и на улице темно и устаю сильно до дорога выматывает еще из барнаула ну вот смотрите какие они красавцы тут садила то вообще крохотулечки такие маханьки он как выросли за за месяц буквально за полтора вот эти у меня месяц даже то не так уж и важно это короче начну убирать потом покажу вам плоды своего труда ну вот еще смотрите какие помидорки висят такие плотные это правда так жалко срывать их так охота круглый год лета чтобы зашел сорвал сколько тебе надо на салатике и дальше пошел они чё их пообрезал и они снова бы пустили ботву и пожалуйста зависть и и пошло бы все заново расти жалко нельзя а чё еще собственно воскресенье бы еще наверно начала убирать это все расскажу вам так у меня тут сосед вот у нас тут за теплицей у нас там сколько-то метр сантиметров 60 70 не знаю сколько наверное отступлено и потом муж сделал глухой забор но я вышла сюда в теплицу все равно же здесь как бы воздух-то стоячий и у меня этот сосед значит зажег костер слышу слышу все трещит но я залезла там у нас можно залезть посмотреть сосед привет ты говорю надолго это волынку то развел а я заглянула к нему в огород то а у него там мама дорогая трава под два метра то и выше все лето растил этот урожай травяной и постройка на постройке какая-то тепличка построена из рам что-то еще построена сраюхи вот эти вот они там гнилые пни досточку и это все падает это его срайки все валится труха там внизу уже порушено все и сверху то все летит когда ветер я ему говорю да ты чё очумел что ли тут говорю постройка на постройке и рядом вокруг трава а он стоит костерок этот жжет игру мы сейчас как все загоримся здесь а у нас ну тут все рядом у всех давай туши он говорит мне мой огород но участок хочу и жгу и буду жечь ему груну ладно хорошо говорю не хочешь по-хорошему сейчас вызову тебе полицию позвонила в полицию быстренько приехали не знаю приехали не но жечь он перестал через какое-то время дым то был у нас тут дом то на четыре хозяина вот этот был когда мы его покупали раз уж одна туда разговариваем вот этот вот наш дом мы-то свое все внесли старью а там то осталось половинка и до такой степени тут все и все и все рядом сейчас покажу вот тут вот сосед вот затопил он баню хочу там трубы то нет прямая труба и вся весь этот дым а дым постоянно роза ветров так направлено как-то дома неправильно построены надо было улицу то дорогу то здесь сделать огороды по-другому короче надо было нарезать так невозможно заходить приходится закупориваться и сидеть у меня астма я не могу прям реально не могу то один за за жжет то соседка зажгет души ли вот неимоверно вот эти вот дни теплые стояли невозможно было выйти на улицу ну тут мне под горячую руку попались я соседу говорю так сосед я уже не могу давай-ка наращивать трубу но он правда с тех пор не топил баню и еще что привычка начинают топить баню начинают жарить шашлыки вот весь огород в траве вот ну как они там выращивают там у них праздничная выходная такая такой огородик или не огороди как лужайка ну хорошо сделали молодцы некогда так огородом заниматься так и ладно ну дело в том что поднесут к забору к нашему вот реально к нашему забору и начинают жечь эти шашлыки печь ну так ты поднеси туда там и и стол и лавочка у них сделано и там поли этот шашлык делай нет ну почему такие люди я вот я вот просто не понимаю тоже под горячую руку попался я не сказала не знаю насколько это будет эффективно ну посмотрим меры всегда можно принять короче воскресенье разбушевалась пошла на улице там заставила людей поубирать на дорогу взяли картошку по выкопали и помидоры по вырвали и вынесли вот эту вот всю ботву вынесли на дорогу по которой ну люди ездят это чё за сумасшествие какое-то давайте убирайте или же сами знаете что будет а этот лет 12 наверное на улице ну и тут три улицы соседних была председателем уличного комитета мне это не надо ну и 12 лет тоже надо думать все мне так надоело это и я ушла ну по крайней мере у нас когда я была уличной уличные как тут называют на дороге было чисто никто ничего не кидал боялись что накажет какой-то штраф предусмотрен ну вот поделилась с вами и горем своим не то что горем а то что на душе наболела это что-то как я тут порядки устанавливаю хожу не знаю живу одним словом надо кому-то это или не надо смотреть ну кто смотрит кому интересно пишите мне что-нибудь как вы живете с соседями не зря говорят там купил дом купил и соседей но а куда деваться то без них все равно надо же как-то соблюдать правила приличия какие-то должны быть мы вот тут сколько лет живем сколько выращиваем вот это помидоры да все что что угодно я ни один год не жгла траву вообще я ее не жгу я складываю в кучу она сгнивает и так вот год за годом идет зиму осенью мы накрываем вот эту вот яму чтоб вода бежала считай их потом она за осень переплевает я ее потом в другую кучу сверху что-нибудь наставляю вон у меня баллоны там я сейчас покажу даже их эти баллоны которые у меня прислонены к сарайке я их уже убрала я вот на эту траву которая там не куча лежит потом ее разровняю сверху баллоны наставлю что-нибудь насажу то цветочки только бачки то еще что-нибудь вот так вот и как бы процесс идет то есть постоянный какой-то процесс ну зачем ее жечь в огороде жить с огородом и жечь вот это все я не понимаю может я что-то бестолковая может болезни какие-то я согласна но извините у всех там бочки какие-то ну что-то ну как-то надо выходить из положения надо же о людях тоже думать в яму закапывать можно в конце концов богороди вырос ладно много наболтала что-то ну вот еще раз всем привет я тут управилась начать эти две грядочки убрала но я не говорю что их под половую тряпку все вычистила вычистила вот это вот скопала грядочку а вот эти еще не копала и уже просто задыхаюсь от этих помидор здесь надо мне выйти отсюда что я набрала тут вот такой ящик вот этот вот ящик и вот еще это мои остатки урожая вот это все что я собрала собрала эти эту бату и выкинула конечно же вынесла скажете сама-то куда понесла под забор с соседей но я давно уже это делаю чтобы соседям ничего и не испортить хоть у них там и сарай весь гнилой как у нас собственно был и крыша провалилась но я вот наставила двери давно уже что ли не испортить ничего этот сарай на нашу сторону покосился уже по полметра железками он забили мы чтоб не им все равно ничего не испортить и накидала муж еще примет у нас такая штучка вот это вот толкушка какие ее называю придумал сделал вот с ручкой и утолчет чтобы получше стрела а я пока прерву свой репортаж огородный репортаж потому как у меня батарейка села фотоаппарате пойду заряжу и отдохну как раз кто все еще со мной я аж присвистнула то я продолжаю не говорила уже вскопала эту грядку здесь вот тоже вскопала легко копается потому что земля как пух песок до чернозем вот это вот арматура ну вы видели наверное что у меня помидоры подвязаны это мы специально покупали для грядок у мужа были все по размеру он покупал специально по размеру а потом дом строили то раз растаскивали то туда надо то сюда надо эту арматуру и вот потом снова покупал но уже на конечно разное получилось это была вся одинаково а вот это вот трубы это у нас с огуречника мы когда огуречник построили первый год начали топить сделал он отопление заказывал тоже сделал собрал его конечно это расходно было ну для себя огурцы конечно мы вырастили очень рано кушали их было очень превеликое множество тоже обалдеть можно было куда их девать было две гряды огромных просто даже три посередине же мне еще грядочка была тоже на шпалерах может я раньше снимала видео про теплицы показывала так вот это вот все оттуда хотели хотели продать их растащили вот по теплице там 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 везде ну что-то жалко стало так за три копейки продавать всегда успеем продать покупали дорого за дорого это все собирали вот он все приготовил у него эти трубы он их на арматурах тоже делал вот на арматуре стоят чтобы землю прогревали они у него труба нагревалась и во внутрь землю прогревала тоже все по выкопал короче по убирали ни к чему чё пока тут копалась ковырялась думаю на следующий год жива здорово буду вот эту грядку первую посажу огурцы как раз она у меня узенькая будет будут замечательно будет замечательно если огурцы будут расти несколько кустов там что там штук семь наверное войдет и хватит нам здесь я ничего еще не делала не могу не успела вот тут у меня кстати перчик подрос уже я его посадила мне мама дала и посеяла выросла что-то много но я его рассадила он зимой на окне стоит перчик и он уже с плодами но думала может продам рублей по 50 не знаю что то еще не ставила объявления такие вот перчики ничего замечательно зимой горький перец на окошке растет он еще поспевает он красненький стает и горький горький вообще аж ядовитый так работы у меня еще что-то очень много по натащила сюда эти уже вазы собрала у меня в них росли вот в этих горшках росли у меня как они называются настурция и бархатцы я там в той части двора вставила здесь поставить то чё негде ой столько столько планов не знаю успею чё не успею делать хотела забор покрасить вот этот вот политический забор на цветной какой-нибудь превратить смеюсь балдею муж уже с работы едет говорит сейчас приеду может успею одно окно вставить не знаю что получится у него щас приедет темно будет как вставлять ну вот наболталась рассказала вам все все что можно уже надо готовить к посадке чеснока тоже и ничего еще не делала в общем дел много закончу наверное на этом свой репортаж с огорода ну кому не нравится сразу так и не смотрите что время то терять болтовню какую-то слушать а кто со мной так всем желаю всего хорошего всего доброго ну и конечно же началось то у меня видео о том как я рассказывала что душа за доченьку болит доченька привет люблю тебя очень разум то понимает что так должно быть а сердце то вот не хочет не знаю почему ладно всем всего хорошего всем пока пока